В Венгрии, в деревне Зава-Санта, округа Зава, есть музей пряников. Приходя в этот музей, попадаешь как в сказку. В сказку героев пряников, в сказку пряничных домиков. В Венгрии имбирные пряники называют мезошковач. Хозяйка музея, она же та искусница, которая искупала всякие пряники, рассказала нам в истории пряников Венгрии, в народных традициях, связанных с пряником. Все это мы узнали благодаря переводу нашего гидолета. А тут классно, посмотри какое здесь богатство, здесь прямо королевство царства. А в Венгрии, в Венгрии. Здравствуйте. Хорошо, конечно. Это, конечно, где все это, но мне очень интересно! Ну-ну, что мы тоже с ней работаем? Да, я планирую с пеналью, не спешили меня больше, что нарубит их. Да, я хочу, что я больше Simon size работаю. Можем не миру. Меня ловим, а у меня есть филиппан, а у нас есть смешная сцепляция... Useful на ней, Это означает любовь. А яйца это воспроизведение, да? Да, это вот арнамент, который на них это старинный, не детский арнамент. Конечно, это была любовь. То есть любовь, что будет стремен, что будет спокойно. Это связь. Что будет с этим? Это бюйл, это всегда, это всегда устро. Это всегда. Это бюйл. Это бюйл. Это, как бы, тасса. Это истиногия. Это истиногия. Это истиногия. И элитерой. И жизненная энергия. И все это будет работать, если в ней будет энергия. И если вы будете работать, тогда будет энергия. Мужа. И тогда на почте. Павлин поднялся. Это истиногия. Павлин – это знак вечной любви и вечного житья вместе. Это тренинг. – Сокральное вообще. Тут все обрислено. Да, не сакральная штука. Это истиногия. Это истиногия. А вот это треники, да? Посмотрите, какая люлька, видишь, гляньте. Ага, это бюджет. Какая люлька. А, да. Вот все какие. Это... Остальные, мать, устенькие. Ничего нет. Это, понимаете? Спроси, это делали на свадьбу или для чего? Дай, Андрей, на кей. Это вам понравилось. Это старинная... Свадебное дерево у меня. Нянь, как я калачила. А еще про зеркалство. Расскажем про зеркалство. Зеркала же были дорогие. Ага. Подарить такое, например, парню из села. Откуда он возьмет большое зеркало? Это только наши русские царевные водили, извините, зеркала по Франции и так далее. Понимаешь? На дворцах заходишь на лестницу, вон оно огромное зеркало. Это только наши русские дарили. Вернее, везли с собой в предыдущие. А для того, чтобы задобрить невесту, чтобы она могла посмотреть, какая она красивенькая, мальчики. Вот такие маленькие мамы. Отпекали, мама им вот такие зеркала маленькие. Вот принес, подарил, уже вечное. Она повесила, она мило смотрится. Она же его не съест даже. Раньше гусаров, пряники в виде гусаров, мальчикам дарили, потому что вот у них на этом, на мундире, видишь? Вот это символ вечности. А когда дарили такой пряник, да? Вот таким символом. А в начале, когда дарили такой пряник, да? Вот таким символом. Да, бабыр, они всегда дарили куколами, дарили девочкам. Это символом. Это символом. И это означает, что... Сейчас подожди. Господи, дитародность. И когда дарили такой, то это означало, что она выросла, была красивой. То есть, важно за мной, что у нее была много детей. И вот с маленьким зеркальцем, всем, которое... Сердечко, видите? И вот, кто надо всем дарить. Тем и другим. И что ты красивый раз вон так, хаварат, и капустил. Ты красивый, как ты. Бараней, да ты шанна по себе, и помогает. И, значит, это означало, что когда человек, ну, мальчик или девочка посмотрит в зеркало, значит, будет видеть, а вот всегда, кто ему это, тогда не подарил. Классно. Может, а вот вот такая шипе. Ну, я иммузыка, так? Ну, а вот так. А, у них это. Ну, а у них это. Да, да, у них это. Ну, а вот это кстати вообще. Ну, у них это, у них это china. Да, у них это такая красавица. Это мать самый лучший, чтобы мне по себе плать. И вот таких деревянных формах их выпекали. Смотрите, это аквинковый музей. Это аквинковый музей. А это папа? Нет, это аквинковый музей. Мы не можем шить эту аквинковую музей. Короче, сюда латиняне привезли эту традицию. И в Будапеште есть музей, аквинковый музей называется. Вот эти формы керамические. Можно посмотреть. Да, нэйзь, мы использовали эту технику. Куглоксютой. Я не знаю, я не знаю. Мы не дали такие куглоксютой, да? А потом, что ли? Вот и закончилась наша экскурсия по музею Пряника. Большое спасибо хозяйки музею Лени Петерс за увлекательную и познавательную экскурсию. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok